Всем привет! Меня зовут Владимир Новицкий и мы продолжаем проект Футбол Беларуси 30 лет в игре. Один выпуск – это топ-10 каждого сезона. 23-я серия расскажет о чемпионате 2013 года и белорусском футболе в этом сезоне. Высшая лига в этом году получилась весьма экспериментальной. Абсолютно новый формат проведения. Формат-то новый, а чемпион старый. Бате вновь на вершине Олимпа. А вот у Кубка Беларуси новая минская прописка. У Бате новый тренер. А у Виталия Родионова и Романа Васильюка новые рекорды. Об этом и многом другом в топ-10 сезона 2013 года. Поехали! К сожалению, но иногда приходится начинать наши серии с печальных событий. В 2013 году из жизни ушли люди футболу очень преданные. Журналист Игорь Каленьков и футболист Игорь Градобоев. Первый был автором и ведущим программы «Столичный футбол». Поколение помладше не удивишь видеоподборками лучших моментов. Но в начале нулевых именно Каленьков собирал кассеты с игр чемпионата Беларуси и делал довольно классные обзоры матчей. А вот Игорь Градобоев стал настоящей легендой бобруйского футбола. Капитан Белшины, сыгравший более 300 матчей за фондок и Белшину. Чемпион Беларуси, трехкратный обладатель Кубка страны. И оба ушли так рано. Каленьков 50, Градобоев 41. Но оба успели многое сделать для нашего футбола. Добавил ярких красок в сезоне 2013 года главный тренер Немана Сергей Солодовников. Пришел на пресс-конференцию после домашнего матча с Бате в малиновом пиджаке и супермодных очках. Настоящий стиляга. Как оказалось, тренер проиграл спор своему футболисту Камерунцу Ги Стефаны Эсами. Пиджак и очки на ряд форварда. Именно в таком прикиде он приехал на тренировку. Солодовников пообещал повторить стиль Камерунца, если тот забьет головой ворота Бате. И Неман при этом выиграет. На 76-й минуте как раз удар головой Эсами оказался победным. Тренер слово сдержал. Модный Солодовников на 9-м месте. На 8-е место поставим саму высшую лигу 2013 года. Это был настоящий эксперимент. 12 команд сначала сыграли в два круга. Каждая команда по 22 матча. А потом разделились на шестерки. Первые шесть – это группа А. Она боролась за медали. Менее удачные – группа Б. Бились за прописку в высшей лиге. Для чего такие перемены? Как минимум для поднятия интереса к высшей лиге. Например, за сезон сразу 4 байклассика. Матчи между Бате и Минским Динамо. А может для того, чтобы остановить 7-летний победный марш Борисовчат. И ведь после первого этапа лидировал Шахтер. Но на финише всех все равно опередит Бате. Легенда английского футбола Гарри Ленигер сказал. В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы. В чемпионате Беларуси играли 16 команд. 14, 12 и даже 11. Но побеждает всегда Бате. На седьмом месте финал Кубка Беларуси. Столичное дерби в Жодино. За кубок бились Минск и Динамо. Для Минска нынешний финал стал вторым к ряду. В прошлом году, сыграв ничью с Нафтаном, горожане уступили по пенальти. 3-4. И вот опять ничья. Опять пенальти. Но на этот раз госпожа Фортуна была на стороне команды Вадима Скрипченко. 4-1 в серии послематчевых пенальти. Минск, выиграв первый трофей в истории, завоевал право сыграть в Еврокубках. И, к слову, сыграть довольно удачно. Но об этом позже. Кстати, настоящим героем финального поединка стал капитан Минска Сергей Сосновский. Открыл счет в матче. Получил серьезное рассечение головы. Но доиграл до финального свиска. Шестое место нашего проекта улетает в копилку Романа Василюка. Форвард Минска опять бьет рекорды. Загибайте пальцы. Василюк в 30 матчах забил 9 мячей. При этом в конце сезона остановился на отметке 199 забитых мячей в высшей лиге. Это абсолютный рекорд чемпионата в Беларуси. Также Василюк в матче с Брестским Динаво сделал очковый хитрик. Один гол и две передачи. И это 23-й подобный хитрик. Больше всех. Также Василюк отдал за сезон 8 голевых передач. На счету нападающего за карьеру стало 92 паса. И он опередил долго лидировавшего минского динамовца Виталия Володенкова с показателем 90 голевых пасов. Роман Василюк уникальный форвард. Поэтому он частый гость в нашем проекте. Международные матчи сборной и клубов на пятом месте. Про сборную долго говорить не будем. Команда Георгия Кондратьева может похвастать лишь хорошими результатами в товарищеских матчах с Канадой, Эстонией и Японией. Это были единственные победы в 2013 году. Выступления клубов в Еврокубках получились неожиданными. Неприятно удивил Батте. Все ждали очередного выхода в групповой турнир. Но команда Виктора Гончаренко сенсационно проиграла карагандинскому шахтеру и закончила выступление в Лиге чемпионов. Не задержался в Лиге Европы солигорский шахтер. Он не прошел скромный молдавский милсами. Минская Динамо остановилась в шаге от раунда плей-офф. Победив литовскую Крою, загребскую Локомотиву, минчане хоть и сыграли неплохо с турецким Трамзом Споров, все же преодолеть этот барьер не смогли. А вот Минск приятно удивил. Команда Вадима Скрипченко остановилась в шаге от группового раунда. Стартовали во втором раунде с победой над Мальтийской Валеттой. В третьем раунде победили шотландский Сент Джонстон. В раунде плей-офф неудачно пытались сломить бельгийский стандарт. Увы, один забитый мяч против пяти голов соперника. Но выступление столичных команд Минска и Динамо заслуживает уважения. На четвертом месте два форварда. Гомельчанин Геннадий Близнюк и Борисовчанин Виталий Родионов. Первому не хватило чуть-чуть, чтобы покорить многолетний рекорд Андрея Хлебосолова. Нет, речь не о 34 мячах за сезон, к сожалению. Мы говорим о количестве реализованных подряд пенальти. У Хлебосолова в сезонах 96-97 годов таких было 19. А вот Близнюк в четвертом туре не смог поразить ворота Брестского Динамо. И остановился на отметке в 17 точных ударов с 11 метров подряд. Увы, в шаге от установления рекорда остановился и Родионов. В пятнадцатом туре он поразил ворота Немана. Этот матч стал восьмым к ряду, когда профессору, а именно так называли Родионова, удавалось забивать хотя бы мяч. Он повторил рекорд Андрея Ширякова. И оступился Родионов в шестнадцатом туре в матче все с тем же Брестским Динамо. Зато бомбардирская гол плюс пас серия Родионова достигла 11 матчей. И это новый рекорд чемпионата. Давно мы не говорили о судьях, а сейчас повод есть. Речь пойдет о Денисе Щербакове и его рекорде. Заурядный матч пятнадцатого тура Днепр-Славия запомнился как самый грубый. Впервые в истории судья показал 11 желтых карточек в одной встрече. Причем в форвард-славии Андрей Ширяков схлопотал сразу две. Ширяков, Мороз, Зинько, Годвин, Боделька, Евсеенко все за грубую игру. Сазанков, Павлючик, Карабушка и вторую Ширяков все за неспортивное поведение. И лишь Куган за фолл с целью срыва перспективной атаки. Строгий и принципиальный арбитр Денис Щербаков на третьем месте нашего проекта. Второе место у БАТЭ. Нет, не в чемпионате в нашем проекте. В высшей лиге все стабильно. Десятое золото и восьмое кряду завоевала команда Виктора Гончаренко и Александра Ермаковича. Да-да, это заслуга двух тренеров. Виктор Михайлович после 26-го тура неожиданно отбыл в стан Краснодарской Кубани. И команду принял его помощник Александр Ермакович. Встреча 27-го тура с Гомелем стала дебютной для Ермаковича. И сразу победа 1-0. В остальных пяти встречах две победы, два поражения при одной ничьей. Золото чемпионата и целая россыпь индивидуальных призов. Виталий Родионов – лучший бомбардир с 14-ю мячами. Он же стал лучшим нападающим и лучшим игроком чемпионата. А Егор Филипенко забрал звание лучшего защитника. Для БАТЭ началась новая эра. Не менее удачная. На первом месте Тимофей Калачев. Полузащитник Ростова и сборной стал лучшим футболистом года Беларуси. Неудивительно, ведь Калачев в 2013-м играл видную роль как в клубе, так и в национальной команде. В Ростове в 21-м матче набрал 9 очков, 3 гола и 6 передач. Лидер команды по системе гол плюс пас. Стал капитаном сборной Кондратьева. На чествовании в конце сезона Калачев растрогался и признался, что это его главный приз в карьере. Ох, как же ошибался Тимофей. Будет еще и Кубок России, и группа Лиги чемпионов. Но это в следующих сериях. А пока Калачев лучший. Как в белорусском футболе, так и в нашем проекте. Ну вот и все. Таким был 23-й футбольный сезон. В следующий раз топ-10 событий сезона 2014 года. Одни поностальгируют, другие узнают много нового. Не пропустите следующие выпуски. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok